всем привет дорогие друзья с вами криптоватчмейкер ну что вот и настало время для полного гайда по игре топ фэнтези сегодня я расскажу вам полностью как в нее играть что вам следует делать на что обратить внимание и как начать зарабатывать а перед началом данного ролика пожалуйста подпишитесь на мой телеграм-канал потому что в случае блокировки youtube чека все мои ролики вы сможете найти именно там подписывайтесь ссылочка в описании ну что ж погнали вы появляетесь в мире топ фэнтези и что же вам делать первым делом у вас есть карта мира карта открывается полностью как только вы подойдете к этой башне и активируете после этого у вас будет отображаться вся карта мира на карте мира есть несколько активностей первая активность это рыбалка давайте до нее доберемся перемещаетесь вы по миру просто тапами по экрану вот она наша рыбалочка поплавки вы покупаете за голду давайте я потрачу 10 голды чтобы показать вам как мне играть вы начинаете играть закидываете удочку и вам нужно поймать как можно ближе к середине красной зоне таким образом вы достаете самую большую рыбу точнее у вас есть шанс достать самую большую рыбу видите мой рекорд сейчас 5 и 5 уже увеличился все это естественно рандомно и таким вот образом вы ловите рыбу и так ловя рыбу вы попадаете в топ чем больше вы поймали рыбу тем выше вы в топе и чем выше вы в топе тем более лучшие награды по итогу недели вы получите каждую неделю участвуете в рыбалке ненужную рыбу вы можете продать здесь собственно за игровую валюту если вы поймали какую-то большую рыбу а шанс выпадения здесь указан допустим на самую большую рыбу шанс выпасть один процент буквально ты по итогу недели вы получаете свою награду об причем часть топов которые вы покупаете поплавки идет извините часть голды которую вы тратите на покупку поплавков идет в призовой фонд ненужную рыбу после этого вы просто продаете если вам повезет то вы полностью отбиваете количество потраченных поплавков на вашу рыбу но мне походу не особо повезло поэтому я отбил где-то наверно половину может чуть меньше половины увидите чем больше рыбы тем она дороже стоит далее на карте имеется мини игры добираемся до мини игры мини игра с наградами в топах то есть мы просто проходим бесплатно игру один раз в день у нас есть шанс нам просто нужно выбрать одинаковые предметы довольно простая игра на память все проходим игру попадаем в рейтинг и забираем свой сундук с наградой мне не повезло дали только два тапа также на карте есть вот такие вот домики в которых вы получаете просто проведя диалог вы получаете свою награду награда здесь выдается рецептами рецептами для приготовления пищи вот эти вот самые рецепты также вы можете по карте перемещаться с помощью башень здесь имеется торговец у торговца первым делом покупаете ювелира и только потом мастера меча не совершайте моих ошибок не покупайте первыми мастера меча потому что мастер меча по скилам дает нам броню допустим которая нам особо то и не нужна на первых этапах игры нам важнее получить предметы именно с ювелира ювелир дает кольца и браслеты а их в игре никак не достать по-другому поэтому первым делом забираете его эти самые монетки вы получаете на арене вот с этих сундуков вы просто проходите арену и получаете медаль колизея за нее вы собственно все это дело и покупаете также попадаете в рейтинг и чем выше вы в рейтинге тем больше этапов по итогу недели вам будет выдано я сейчас на 19 месте в рейтинге возможно поднимусь чуть выше но вряд ли выше 10 место поэтому моя награда скорее всего составит 125 тапов первым делом у вас будет один герой потом 2 и 3 героев вы получаете просто на карте то есть вы проходите карту и постепенно по карте вам будут попадаться эти самые герои также в таких же самых домиках которые я вам показал они будут отмечены такой вот иконкой просто на карте какому домику нужно подойти чтобы забрать героя чтобы забрать героя вам нужно правильно ответить на вопросы будет несколько вопросов и вы просто в порядке очереди отвечаете на эти самые вопросы я составил google таблицу с этими самыми вопросами на какого героя вам нужно какие ответы дать также здесь умение этих самых героев и стандартные характеристики также какие атаки используют тот или иной герой такую табличку я для вас составил просто переходите по ссылочке чтобы посмотреть какой ответ на какого героя вам выбирать в игре также имеется русский язык он настраивается вот здесь в настройках но его использовать не обязательно то есть на английском языке и так все понятно и особо вам русский язык здесь даже не понадобится но мне как так привычнее поэтому я играю именно так на карте находятся боссы вот они с них выпадают ну более такие лучшие награды но и чтобы их убить потребуется больше энергии энергия вас восстанавливается одна штука раз в полчаса также вы можете купить здесь пять раз награду за голду ну за серебряную голду да и также вы можете купить их за именно голду количество сколько раз вы можете купить зависит от того сколько у вас нэфти шаг неважно какие они будут эти rsr или сср вам важно именно иметь количество этих самых и нэфти и желательно иметь минимум 12 нэфти чтобы по максимуму покупать энергию потому что энергия восстанавливается медленно и чем больше энергии вы потратите за день тем больше вы продвинетесь в прохождении игры и попадание до high-end контента и нэфти шик максимальный на данный момент уровень это 60 уровень вы повышаете с помощью блюда вы используете еду и повышаете уровень я к сожалению не могу показать потому что у меня уже все 60 уровня поэтому дальше я не могу их качать чем дальше вы проходите тем более эффективную еду вам будут давать любая еда неважно сколько эффективности у нее она заполняет вашу насыщенность 100 насыщенности максимум но она довольно быстро эта насыщенность убавляется поэтому для основных своих персонажей используйте самую лучшую еду а всем остальным персонажем кормите самую плохую чтобы у вас все персонажи прокачивались именно по прохождению игры чтобы не было такого что у вас там последним последний карте там первые были 60 остальные у вас были нулевые совершенно вот прокачиваете всех персонажей потому что на разных активностях могут понадобиться разные персонажи например на боссов отлично подойдет банкир потому что у банкира имеется в навыках критическая атака то есть он бросает кубики и зависимости от того какой кубик выпал такую критическую атаку он наносит то есть этот персонаж лучше всего подходит для убийства боссов также вот на арене я видел что часто используют смерть но и основные мои персонажи которыми я играю ими лучше всего проходить вообще все это танцовщица священник и маг изначально я использовал бойца и хранителя но лучше всего отрабатывают именно дальние персонажи тем более священник и маг являются хиллерами они хилят всю вашу пачку позже я вам это покажу как это все происходит за убийство мобов вам будут давать как вы видите вот такие вот различные награды естественно чем дальше вы пройдете тем больше награды вам будут давать из двух снаряжений одного типа собирается одно снаряжение более лучшего типа то есть ну более лучшего грейда звездности можно просто сделать автоматическое объединение и таким образом будут автоматически объединяться лучшее снаряжение как вы видите здесь ограниченное количество ячеек поэтому можно просто взять и разместить нужные ваши нужное вам сейчас снаряжение для улучшения допустим вот так вы выбрали броню на тело и она вот автоматически улучшается до после того как вы все лучше ли жмете еще раз и она еще раз улучшается то есть не бойтесь что у вас не хватит места под какие-то предметы все предметы есть просто их нужно отсортировать именно по предмету который нужен вам сейчас все таким вот образом объединяются мои предметы у меня это уже довольно мощные предметы потому что я прохожу второй рифт про рифт мы сейчас дойдем и я расскажу вам немного позже про него давайте для начала лучшим просто все что я набил в рифте за сегодняшний день но я еще как видите потратил не всю энергию и в рифты я еще пойду ну и сейчас естественно я вам покажу как проходить рифты довольно неудобно что когда каждый десятый уровень приходится нажимать кнопку но до 15 она будет улучшаться самостоятельно видите как много я набил сегодня вот у меня кстати говоря здесь на танцовщицы есть снаряжение а здесь 16 а тут у меня только 15 но все сейчас я ничего не могу улучшить потому что другая броня у меня там 17 вот естественно одеваете вы только три трех своих персонажей остальных одевать нет смысла потому что вы можете использовать за раз только три персонажа как вы видите у меня сейчас вот такие вот предметы нам не одеты дальше по активностям проходя карту вы набиваете очки кстати обязательно купите пропуск кристальный пропуск потому что здесь очень важные награды которые вы будете получать тем более пропуск стоит недорого после того как вы выполнили все 50 забрали все 50 наград вам за каждые 6000 вот таких вот кристаллов будут выдавать один большой сундук давайте откроем один большой сундук который у меня здесь накопился и так вот мне дали предметы и их тоже можно улучшить также получаю такие кристаллы по началу они вам требуются для того чтобы проходить вот эти вот данжи то есть проходя вот этот вот это подземелье полностью до убиваю в нем босса вы можете сесть на корабль и отправиться на следующую карту и так вы проходите все карты пока не дойдете до последней не убьете босса но в принципе даже не убивая последнего босса вы уже можете отправиться в данж данж находится у нас вот здесь все переходим в данж все и здесь имеется 4 разных данжа измерения земли огня ветра и воды и также имеется торговец который здесь вам будет выдавать ключики точнее за ключики будет выдавать вам сундуки бронзовые ключики в первом данжи серебряные во втором золотые в третьем и есть еще супер ключи вот здесь вот такие вот интересные награды давайте откроем у меня два сундука накопилось мы получаем посох здоровья давайте активируем еще раз и здесь мы получаем защитное платье это все дело естественно также улучшается и собирается единую так сказать кучу дальше у вас будет довольно много всякого поэтому вам придется это все отсортировать вот таким образом чтобы получать лучшее снаряжение здесь у меня уже 15 снаряжение поэтому данное снаряжение мне сейчас не актуально которое я здесь получил чтобы проходить данжи вам нужно улучшить своих и нефти потому что видите для того чтобы попасть в этот дальше вам нужно допустим 12 воды иметь на и нефти здесь 6 здесь 18 передавайте непосредственно к улучшению и нефти вот мы открываем допустим мага и у нас есть и нефти облик как вы видите у меня уже максимально улучшенный облик и выдаются они здесь рандомно то есть вам нужно еще и чтобы у вас у трех персонажей набралось там 6 10 и 18 одной именно стихии со всех трех персонажей таким образом если вы соберете на всех трех персонажах там 18 вы сможете войти в самый мощный так сказать данж но это тоже получить непросто давайте я покажу вам как улучшается нефти здесь нажимаете новый уровень покупаете вот такие кристаллы а такие кристаллы это у нас mc токены вот они те самые mc токены которые я говорил вам покупать когда он стоил еще вот здесь на данный момент он стоит уже 95 центов доходил до доллара и возможно цена будет расти особенно на релизе когда начнут играть все и начнут все люди улучшать эти самые карты сейчас в игру допущено только 400 человек и поэтому цена еще растет не так сильно поэтому закупайтесь уже прямо сейчас на разные улучшения требуется разное количество этих самых токенов первый раз 40 второй раз 40 третий раз 70 потом 100 и 130 так что на один полностью улучшенный скин вам требуется больше 300 монет и также плата за использование это топ токены то есть в среднем там где-то 96 токенов уходит на каждое улучшение если вам еще 400 тап токенов нужно чтобы улучшить свою nfc давайте зайдем в данж для того чтобы зайти в данж вам нужен вот так вот такой кристалл кристалл покупается за голду покупаете кристалл и заходите в данж в данже находится моба и вы должны их убить чтобы получить свою награду и ключики жмете вызов начинаете и убиваете персонажей лучше всего их убивать тремя дальними персонажами потому что если у вас будет один ближний персонаж он будет ближе всех подходить собственно к этим самым мобом и мобы будут самым первым его убивать а когда вы используете дальних вы можете вот так на ранже их держать немного отходить менять их так чтобы у вас допустим 1 сейчас сильно побьют да мы вот так отойдем и мобы бьют только того кто на переднем плане поэтому мы отходим еще вот так еще немного вот так видите уже алиса 1 уже бьют ее а эти тем временем отхиливаются таким образом убивая мобов по кругу бегая вокруг них вы собственно и выживаете здесь несколько волн мобов есть мобы ближнего боя есть мобы дальнего боя есть когда они комбинируются и бьют и ближнего боя и дальнего боя одновременно вас но таких проходить даже легче потому что делаете так что у вас ближе находится к вам мобы ближнего боя и пока эти подлетают вы массухами их убиваете они вас бить не успевают таким образом можно убивать принципе всех мобов абсолютно добили последнего моба и нам выпадает сундучок и из него награды также в принципе как и с остальными всеми мобами здесь выпадает в данжах уже с естественно очень мощное снаряжение вы видели какое вот девятая броня выпадает довольно большом количестве еще в данжах есть итак друзья еще очень важный момент про который я забыл вам сказать это на карте существуют кучки с мобами как правило эти кучки мобов они имеют более высокий уровень и более лучшую награду чем остальные мобы на карте здесь мы можем увидеть что вот кучки мобов вот кучки мобов вот кучки мобов и где-то еще одна кучка мобов вот она еще одна кучка мобов давайте она ближайшим и до нее дойдем видите здесь четвертого уровня моб здесь четвертого уровне моб а здесь мобы 5 уровня и у них более лучшая награда и здесь они находятся в пачке то есть здесь у всех мобов вот такая награда то есть броня у всех вы убили эту пачку чисто на допустим броню перебежали к другой пачке там допустим чисто оружие здесь допустим чисто перчатки здесь чисто шапки и так вы между этими пачками мобов и передвигаетесь пока не нужно убить босса именно на них вы наберете самое лучшее снаряжение и сэкономите свою энергию но и наверное самый главный вопрос а как зарабатывать то во первых если вы улучшили nf tish q и получили довольно хорошие характеристики по ее снаряжению допустим вот у меня есть nfc облик у него 8 здесь воды и такая nfc стоит довольно дорого вы можете продать ее с хорошей прибылью естественно торговой площадке другой вариант это вы можете продавать свое снаряжение за голду видите тридцать восемь голды сабли войны и далее эту самую голду вы можете обменивать обратно на доллары 10 голды это 1 доллар таким образом добравшись до рифтов и если вы понимаете что вы хотите зарабатывать вам неважно дальше сильно особо развиваться вы там потратили деньги на улучшение нефти и хотите уже дальше их отбивать то вы можете непосредственно уже просто играть в данжи каждый день и зарабатывать шмотки эти самые шмотки продавать на торговой площадке я думаю что будут чаты также где эти шмотки люди захотят покупать также и за реальные деньги не только за голду которую потом еще нужно будет конвертировать вывести да и тут есть момент что вы можете продать свою какую-либо шмотку по секретному ключу то есть вы нажимаете продать нажимаете создать ключ и какой-то рандомный код вам дадут или вы выберете его самостоятельно и таким образом тому человеку который хочет вас купить за реальные деньги его вы уже можете этот ключ передать он нажмет купить ведет здесь этот секретный ключ и сможет купить этот предмет только он вот такие вот дела друзья ну а на сегодня наверное все подписывайтесь на канал ставьте лайки не забудьте подписаться на мой телеграм-канал чтобы быть в курсе последних новостей по обновлению игр и чтобы самыми первыми смотреть мои ролики и быть так сказать в топе ну а на сегодня все всем спасибо всем счастливо всем пока